Здравствуйте! С вами снова Валентина Никита. Сегодня хочу вам показать, как можно сшить из вот таких маленьких обрезков декоративную подушку. Думочку. В ход идет любой материал, какой у вас остался. Вы можете пустить полоски пошире, поуже, квадратики. Квадратики я вам чуть позже покажу. Здесь чуть-чуть разная структура ткани, но в основном она плотная, портьерная. Хлопка здесь нет. Вы берете полосочки, какие у вас есть, и собираете, пришиваете друг к другу. Пришивать можно просто сразу прямо ткани, лицо к лицу берете и прошиваете. Пришивать можно на бумагу, но это альбомный лист, на газетную, на журнальную, какая есть легенькая у вас. Особенно хорошо пришивать на бумагу, допустим, у вас неправильная форма. Вы берете и пришиваете в любом направлении, как вам нужно. Тогда это будет служить вашей выкройкой, лекалом. И вы нашиваете, нашиваете, а потом пришиваете другую ткань. И смотрите, пришила. Обязательно мы все это отглаживаем. Здесь у меня обметано не на оверлоке, а просто обыкновенным зигзагом. Что здесь, что в этой заготовочке. И из остатков ткани я сделала окантовочку. Такая сборка подойдет, конечно, под любой интерьер. Конечно, выигрышная часть все равно окантовка. Она как-то больше бросается в глаза, потому что здесь у нас все разные-разные цвета. И я буду делать с рюшечками. Вот квадратики у меня. Тоже есть заготовочки на подушечке. Как мы делаем квадратики? Мы нарезаем нужной длины полоски. Соединяем их между собой. Полоски, если вы хотите ровные квадратики, чтобы у вас все стыки совпадали. Вы нарезаете все одной высоты полоски. Соединяете между собой. И потом размер, допустим, вот тут у меня 10 сантиметров. 10 на 10. Отрезаете, соединяете вместе. У меня есть вот такие заготовочки. Вертушка называется, блок. Как мы его делаем? Мы берем тот же квадрат. Лицо к лицу мы складываем. Вот он у меня тоже 10 на 10. Чертим две линии. Прошиваем. И посередине разрезаем. И у вас получается два трехугольничка. И потом вы эти трехугольнички складываете. Вот так вот вертушечкой разные цвета. И у вас получается вот такой блок. Вот по поводу квадратиков. Возвращаемся. Когда вы нашили длинные полоски, разрезали, соединили их вместе, разутюжили. И когда вы собираете эти квадратики в единое полотно, у вас эти швы должны совпадать между собой. Все должно ровно быть. Никакого перекосяка не может быть. У меня здесь все швы в разутюжку. Видите, они в разные стороны. Что здесь, что здесь. Только вот часть обметана, часть не обметана. Это я все собираю из остатков ткани, что у меня скапливается. Когда вы делаете блок из полосок, то можно пришивать на ткань. Не на газету, а на ткань. Тогда у вас эта сторона будет идеальная. Ниточки не будут торчать. И ничего вот лезть не будет. Вы пришиваете, и это будет как подкладка. Здесь мне придется вставить ткань. Хлопок вставлю. Хоть у меня обметаны эти края, сыпаться ничего не будет. Но это не эстетично. И вот теперь по поводу подкладки. Ничего подходящего такого я не нашла. Хотелось что-то мне посветлей. Но так как это все из остатков, я решила подкладку, не подкладку, а заднюю часть, сделать вот тоже. Шторная ткань портьерная. И смотрите, вы должны, когда будете шить, определиться с молнией. Где у вас будет находиться молния. Сбоку, наверху или где-то посередине. Так как я буду делать с рюшками, молнию пущу здесь. Я выкроила на 5 см длинней, чем моя заготовка. Вот это я прибавила 5 см. А здесь пустила черту, где я буду разрезать. Когда я разрежу, обметаю края и буду вшивать молнию. Молния у меня длинная. Вшивать буду не до конца, не от края до края. А отступлю сантиметрика 3 с краев. Обметала края и смотрите, как мы вшиваем молнию. Берем лапку специально под молнию. Складываем нашей спиралью вниз к лицу. И прошиваем. Или можно подгибаем край. Раскрываем молнию. И вот так вот прошиваем. Делаем подобие от строчки. Как мы прошиваем, когда мы делаем клапан. Вот смотрите, вот мой часть ткани. Соединяем края. Подгибаем. Доводим. И вот смотрите, мы прошиваем отдельно. Прошиваем вот здесь, захватывая подворот и внешнюю ткань. Вот мы прошиваем. И когда мы накладываем, у нас получается молния скрытая. У нас только здесь будет шов. Я подогнула хвостики. И смотрите, так же вы можете верхнюю часть прошить по шву. По краю точнее. И потом уже отрегулировать ваш клапан по высоте. Вот вы переворачиваете. Только когда вы будете шивать, не забудьте проверить молнию. Мало ли, может она перекруется. И вот выше, ниже. И вот когда вы будете закрывать молнию, и сразу будет видно, сколько вам подобрать. Так как молнию мы до конца не прошивали до края, и она, допустим, у вас будет открытая, то мы должны оставшуюся ткань, которую мы не прошивали молнию, видите, вот она она, соединить вот эти хвостики и заколоть. Закололи, проверили, ровно или неровно. И, допустим, вот пометила мелом. И прошиваем. Желательно сделать здесь закрепку. И у вас получится, что молния, и она будет уже пришита. У вас не будет здесь дырки. Когда вы соедините эти части, то можно сделать отстрочку по молнии. Если вы сначала сделаете отстрочку, вам не удастся прошить их вместе. Будет здесь вот перепад. И смотрите, вот у меня клапан. Я также прошиваю. Допустим, высота клапана какая у меня там, 2 сантиметра. Пропускаю строчку вниз. И вот так подгибаю. И потом еще раз прошиваю по молнии. Уже вот с этим вот запасом. Если вы делаете с подкладкой полностью и перед, и заднюю часть, то подкладку пришиваем, кладем тоже кромки и прошиваем. Но, соответственно, у нас вот эта часть у подкладки будет короче на вот этот ваш подгиб. Сколько там? 2-3 сантиметра. По краям у нас, смотрите, я вот прошила специально, мелом вам нарисовала, чтобы было видно, потому что черные нитки. Вот такой квадрат. И когда мы вот так вот делаем, у нас здесь шов. И теперь мы можем отгладить наш клапан и пустить строчку. Хотите, можете наметать. Можно прошить до конца полотна. Можно также сделать какую-нибудь отстрочку. Вот что у нас получилось. Видите, ровненько все. Молнию до конца я не пришивала. Молния отрезается, если у вас длинный хвостик. И желательно сюда сделать тряпочку. Если она у вас сама подушечка, наволочка будет без подкладки. Если с подкладкой, то молнию убираете вовнутрь в подкладку. Выкроила подкладку в размер нашей заготовки. Смотрите. Если вы делаете рюшки, складки, то ткани понадобятся в 2 раза больше. Может быть даже на сантиметров 30, на всякий случай. Если есть у вас запас, лучше не отрезайте лишнее. Но в 2 раза больше ткани точно надо брать. Высота у меня 10 сантиметров. Если у вас плотная ткань, не делайте совсем маленькие рюшки. Я имею ввиду по высоте. Они смотрятся некрасиво. Чем шире рюшки, тем богаче смотрятся. Можно прошить вместе с подкладкой. Как я делаю? Я никогда не наметываю. На машинке можете сделать сборку на крупной строчке. Я всегда беру и вот так вот складывая, не с руки мне, прошиваю. Прошиваю по кругу. Потом обметываю. Вот в этой наволочке у меня 14 цветов. Вот смотрите, по поводу сборки рюшек. Когда у вас получается стык этой длинной полоски, убирайте в складочку. Видите, ее ни с лица не видно, ни с изнанки. Как мы доделываем края? Края можно на рюшках вот так вот закруглить, убрать в шов и друг на друга наложить. Можно, допустим, вот так отрезать, соединить вместе и также пустить в складку. Просто надо подрассчитать. Теперь мы просто заднюю часть пришиваем к нашей заготовке. Все рюшки убрали вовнутрь, накладываем. И прошиваем. Если у вас с подкладкой, то подкладку отодвигаете, подкладку отдельно прошиваете, но оставляете отверстие, чтобы вы могли вывернуть. И здесь не забываем открыть молнию. Если вы забудете молнию закрыть, это открыть, то вы не сможете это все вывернуть. Чтобы углы не были острые в наволочке, немножечко закруглить края. Вот эти излишки вы отрезаете, подравниваете и обметываете. Если у вас наволочка без подкладки, вы также можете эти швы обработать косой бейкой. Края обработала косой бейкой. Видите, как это все выглядит. Шов не видно. Вот так наволочка выглядит с изнанки. Вот так с лица. Вместе с рюшками у меня размер 65 на 40. А без рюшек 57 на 34. Вот ставила саму подушку. И вот что у меня получилось. Сюда подойдет обыкновенная подушка. Допустим, 50 на 60, 50 на 70. Перевая или пуховая. У меня лебяжий пух 50 на 70. Отлично она сюда уместилась. Так что специально рвать синтепон, что-то приготовить. Не обязательно. Проще купить подушку за 350 рублей. Эту пировую. И вставить. И посмотреть, какая у нас красота получилась. Если вам что-то понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Давайте советы. Подписывайтесь. С вами была Валентина Никита. Пока-пока.